Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим о том, как нам добиться вот такой вот плавной смены с позиции в позицию, плавного перехода и ритмичного перехода, и как это делается. Этот вопрос мне часто задают, поэтому я действительно решила, что есть смысл делать об этом видео. Те, кто первый раз на канале, смотрите остальные видео. И вот тут вы найдете все, что касается игры на Велончели, от А до Я. И я думаю, вам очень многие видео будут полезны и информативные тоже. А также я хочу вам сказать, что назвали тебе бинары бесплатные. Там вы можете задавать ваши накопившиеся вопросы, которые у вас возникают в процессе освоения Велончели. Итак, переходы. Чтобы сделать хороший, качественный переход, свободный, надо прежде всего правильно поставить левую руку. Об этом у меня было отдельное видео, постановка левой руки. Я вам дам ссылочку, дам подсказку, вы посмотрите, там более подробно об этом. Я просто вкратце повторю. Для того, чтобы поставить нам левую руку правильно, сначала мы ее расслабляем, вот вешаем прям так вниз, чуть-чуть ее потрясем, расслабим. И в таком свободном состоянии, кругленькими пальцами, подушками, вот рядом с ногтем, у нас самая большая, так скажем, область игровая, вот поставим этот палец на струну. При этом у нас большой палец свободен, он двигается посредине шеи Велончели, между первым и вторым. Рука у нас находится, вот рука у нас здесь ровненькая, локоть у нас не задран, как часто бывает, кисть не завалена или не поднята вверх. То есть именно мы висим на инструменте для того, чтобы передавать вес от плеча к пальцу на палец. Это очень важно. Очень важно передавать вес. Именно не давить, как это часто делают начинающие, потому что, когда мы давим, мы используем только как бы силу пальцев и ладошки. То есть у нас нет ресурса весового. То есть если у нас нет ресурса веса никакого, то есть нам очень будет сложно все время давить, мы будем быстро уставать, и ничего хорошего это не придет. К тому же, если мы давим пальцем, таким вот давящим пальцем очень тяжело вибрировать. Поэтому единственный правильный выход, это перемещать вес, который у нас от плеча, вес от лопатки, вот через всю руку на игровую точку на струне. Это единственный правильный вариант. Итак, мы ставим руку, смотрим, прямая ли у нас часть руки, не затран ли у нас локоть, не затран ли ли кисть, не завалена ли кисть. Вот опираемся круглыми пальцами, как на пицциката. Вот начинаем играть гамму, допустим, и стараемся перемещать вес с пальцем на палец. Вот у нас пока на палец перемещается, и вес с пальца на палец, и пальцы круглые, как на пицциката. Тогда звук получается четкий, хорошо артикулированный. Если у нас пальцы лежат, или в таком полулежащем положении, у нас основной обертон получается непонятный звук высотности, и получается такой, как шепелявый звук с призвуками. Вот, допустим, так. То есть, как бы, разница есть. Поэтому ставим кругленько, пальцы перемещаем, весь перемещаем с пальца на палец. При этом у нас пальцы, если вы видите, что они такие, 54 зажаты, прям такие публики, сильно-сильно зажатые, это неправильно. Только один игровой, остальные свободные. Они просто располагаются над своими нотами. Они не прижимают струну, но они в позиции находятся. Если у вас пальцы прямые, это тоже, как бы, сигнал тому, что зажата рука, и надо эти пальцы расслаблять. То есть, они вот, когда они расслаблены, не игровые, они вот в таком состоянии. То есть, они тоже, как бы, кругленькие, но не поджатые сильно. Просто кругленькие над своими, такими, над своими местами. Вот. Когда мы так вот правильно поставили руку, и, допустим, хотим выучить переход, как мы осуществляем этот переход. Допустим, переход с Ре на Ми. То есть, у нас вес на Ре, остальные пальцы свободные. Когда мы делаем момент перехода, мы переходим, и весь вес уже концентрируем на следующем игровой пальце, который будет Ми, первый палец, на Нем. То есть, уже мы едем по струне первым пальцем, и на Нем уже без вес. Потом, сразу же, когда вот поставили Ми, сразу находимся в следующей, четвертой позиции. Уже остальные пальцы сразу же становятся над своими местами. То есть, не такое, что мы пришли Ми, а пальцы застряли где-то предыдущие позиции, да, или они-то там собрались в кучку, да. Очень важно, как бы, сразу перейти, и чтобы пальцы были над своими местами. Очень важно также, чтобы переход был ритмичный. Например, мы можем посчитать, как бы, 4-16 на каждую ноту. А потом поиграть им. То есть, хорошо, когда внутри перехода есть такой пульс. Это будет организовывать ваш переход, и действительно, тогда вы будете точнее попадать на следующую ноту. Очень важно переходы, и сами переходы с позиции в позиции, учить отдельно. Потому что очень такая частая практика, когда переходы не учатся отдельно, они, как это, в процессе изучения произведения существуют, но, как бы, часто бывает такое, что переходы фальшивовато в следующую позицию, не выучив переход. И потом, просто уже следующая позиция идет, тоже, как бы, приблизительная, ну, а еще там следующая, третья позиция, она идет вообще уже совсем, совсем, как бы, большевовато. Поэтому очень важно выучить отдельно переходы. Например, если я играю гамморо-мажор, без открытых струн, то я учу отдельно. Вот несколько раз сначала могу посмотреть, потом уже не смотрю. Моя задача, чтобы вот попадала рука точно вот как десятку в тире, попадалась в игровой точке по диеза на игровую точку соль. И после перехода очень важно, вот эта игровая точка следующая, соль, что была конкретная точка прихода в следующую ноту. Вот. Потом в гаммах нам стоит последить за тем, чтобы мы двигались, как бы, в одной плоскости, да, в одной плоскости, что у нас рука не крутилась. Потому что, когда рука крутится, это бывает у тех, кто не играет гаммы, они отдельно подбирают каждый палец, естественно, при этом рука не запоминает где находятся эти ноты, потому что руке, как бы, гораздо проще запомнить позиционную игру, чем такую вот, как бы, выученной отдельными пальцами. Поэтому гаммой очень важно играть. Итак, когда мы учим гамму, отдельно учим переходы. Вот на фаде есть вес, наша задача, мы переходим первым пальцем, вес уже на первом, по время перехода проверяем с открытой соль. Идем дальше. Вот столько, сколько надо раз повторяем, пока вот мы точно не будем попадать в две игровые точки. И дальше уже идет следующая позиция, пальцы на своем месту. И так далее. То есть, учим ритмично, учим, переходим, как бы, следующим пальцем на нем уже вес, переходим по струне, не скачем, переходим ритмично, отдельно учим переходы. И стараемся, гамма нам для чего, чтобы играть позиционно, это важно. Вот. О гаммах мы уже говорили, об этом тоже есть отдельное видео, там ссылочку. Поэтому вот такая вот информация, что касается свободных переходов. Если видео было полезно и вы все поняли, пишите, опять-таки, пишите, что все хорошо. Если было не очень понятно, что так, тоже напишите, что именно непонятно. И я вас жду, дорогие, на своих индивидуальных консультациях по скайпу. Всем пока.